В начале всякого творения формируется нить жизни. Духовная струна, которая есть у всех, кто устремлен к созиданию. Эта струна – звук, который безмолвен. Вот как он говорит, да? Звук, который безмолвен. То есть он умеет буквально в двух-трех словах передать такие глубокие физические понятия. Ученый бы целую книгу на этом написал. Он в двух словах, даже это не полное предложение, умеет такие вещи передать. Это звук, у которого нет внешнего проявления, но есть смысл, соответствующий внутренним хранилищам знаний человека и открывающий их своим молчанием. Значит, в каждом человеке эти знания уже есть. Ну, это как библиотека, в которой есть дверь. Но мы не можем в нее войти, она закрыта. Но если у вас появляется божественный голос, а вот это и есть божественный голос, дверь библиотеки открывается – это ключ к этой двери. То есть почему мы собираемся, почему мы слушаем то, что говорит отец? Потому что его словами открываются двери наших внутренних хранилищ, библиотек, хранилищ знаний. Ну, у меня вот потом был очень интересный момент, вернее, раньше этого, я думаю, что это к месту будет комментарий. Я попал в такую библиотеку, отец, отец меня вот, поэтому я не сам туда попал, отец. Я в дверь, я вошел, там стояли стеллажи с книгами, гигантские стеллажи, они как-то, да, вот, в высоту ходят. Как потом выяснилось, то все урешали на него, на него с вами. То есть, кажется, мне не ровно, но это гигантский, да, библиотек. Я в него вошел, меня вдруг потянуло каком-то стеллажу, я туда топ-топ-топ-топ подошел, рука сама тянется, немного выше меня, вот она на полке стоит, я ее беру, нам в лодке все написано, что такое. Открываю, внутри ничего нет. А там автор стоит, все, то есть моя фамилия. Подходит отец, берет у меня язык, ставит на место и говорит, это книга, которую ты еще не написал. Понимаете? Там уже у него в будущем стоит книга, еще не написанная в настоящем. Там уже все есть в этих библиотеках, и будущее, и прошлое, и настоящее. Вот, к этому тексту подходит. Видите, как он соотносится? И уроки, которые он давал, и тексты, и смыслы. Бина, хопма и китер формируют струну, способную излучать светотворение через терпение, разум, мудрость и любовь. Терпение, разум, мудрость и любовь. Через них только оно может излучать. Значит, мы должны наработать это качество, чтобы это все зазвучало. Не наработаем, не зазвучит. Это всего лишь одна струна звука Вселенной. Но этот звук является основанием для образования цветов радуги. Одна, триединая нота созидания, в которой есть все движения жизни. И музыка счастья – обладание жизнью. И этот первоначальный звук творения – самый близкий к Богу. Когда мы звучим как Бог, это больше, чем любое наше движение, чем любая наша мысль. Потому что в этом состоянии мы начинаем воспринимать все миростроение, как его воспринимает сам Бог. Здесь тоже очень интересно. То есть мы общаемся с Отцом Небесным. А Он очень говорит – это как Бог. А кто Он? Он и есть Бог. Он и есть центр этого. Но центр. Значит, в Его представлении слово «Бог» – это нечто большее, чем даже Он Сам. Здесь очень интересные вещи. Я специально вам делаю такие комментарии, чтобы вы воспринимали, потом вы будете разобрать этот текст, воспринимали его в таком контексте, что каждое слово, каждая строка – это отсылка к каким-то другим понятиям и пониманиям. И видим хрустальные корни древа жизни, которые определяют физической реальности и Отца, и Сына, и Святую Мать. А Дух у нас какой? Святой. Значит, это женская компонент. Отец – Сын и Дух Святой. Дух соединяет Отца и Сына. Понимаете? То же самое на всех уровнях. Берем Атм. Протон – Отец. Электрон – Сын. Протон всегда положительно заряжен, электрон – отрицательный. Что между ними? Нейтрон. В котором все сгармонизировано. Положительная энергия, отрицательная. То есть энергия Сына и энергия Отца в нейтроне в своем мире. Вот вам и семья, кстати. Понимаете, как все эти уровни выстраиваются? То есть их надо понимать. Что говоря об одном, дается ключ к очень многому другому. И видим путь, который зарождается, продлевается и ведет в сердце истинного человека к ростальной звуке понимания, усиления и любви. Термин – истинный человек. Борис. Еще один комментарий к пониманию. Почему я, например, на этом сразу же, как-то появляется истинный человек. Мы были с Игорем Арепием. Мы же вдвоем проходили этот опыт, но все время, как говорится, в указан. И вот мы были у Отца в том пространстве уже. Он нам сказал, я точно такой же, как вы, но в другом пространстве. И мы оказались в этом пространстве. В другом. И мы что увидели? Там нет Солнца. Нет Солнца, а все светло. Свет есть, Солнца нет. Мы обратили на это внимание. Потом мы обратили внимание, что у Отца нет тела. А Он наши мысли везде читает. Мы уже отзывали, но это не проблема простая. Он говорит, вы правильно заметили. Источник Света – это Я Сам. Очень важно. Это… Можно такие мысли от этого выстроить. Вот простые слова. Источник Света – Я Сам. Потом Он говорит, у меня нет тени, потому что я истинный человек. И здесь, смотрите, истинный человек. Он себя обозначил как истинного человека. И Он сказал, у меня нет тени. А у нас тени у всех есть. Почему? Потому что Он находится по ту сторону Солнца, в той реальности, сверхсветовой. Солнце разделяет на сверхсветовые состояния и досветовые состояния. Понимаете? Это водораздел. Материальный мир. Небо – дом. Дно – небо. Мы на дне неба. Материальный мир. Нам поэтому дома и материя. А там этого нет. И тени нет по этому. Там и у нас нет тени. Понимаете? Какие смыслы за всем этим открываются дальше? Сливаясь в сердце человека, в триединый аккорд, хрустальные звуки заживают в груди новое золотое солнце и вечная жизнь. У нас есть внутреннее солнце, золотое солнце, солнце-2. Можете так посчитать. А зажигается оно только в триедином аккорде. Опять триединный аккорд. Сам по себе никто не заживет. Всем надо соединиться. Нас учат этому соединению. Нас учат не доминировать друг над другом, не подавлять друг над другом, а взаимодействовать друг с другом и помогать друг другу. Потому что мы, например, когда там проходили бездну до ад, мы ее переходили втроем. Я, Игорь и Григорий Петрович, мы втроем проходили. Если бы не было поддержки, мы не прошли, по одному не пройдешь. То есть нас учат помогать друг другу, взаимодействовать, а не подавлять друг друга, не воцаряться друг над другом. Тепло этих золотых лучей стали ощущать и земля, и природа, и океан. Всюду образовались родноцветные радужные облака. А из них пошел радужный дождь. И капли, которые падали на землю, воды, людей меняли все, к чему прикасались. Благодаря этому тело людей стало ощущать состояние мирового океана, земли, природы и отзываться своим разумом на любые возникающие проблемы. То есть нас учат отвлекаться разумом на проблемы всего космоса, природы, земли, галактик, вселенных, всего. То есть мы не должны быть как бы только настроенными сами на себя. Мы должны понимать слово ответственность как ответственность за весь мир. Стало понятно, мы несем в себе все жизненные силы космоса, как и космос несет в себе нас. Потому что и то, что в нас, и то, что вокруг нас, все стало общим пространством жизни, восстановив в Боге общую, вечную, неизменяемую связь космоса и человека. Опять видите? Вечная, неизменяемая, причем, связь космоса и человека. Это говорит нам и о том, кто мы, подсказывает наш статус. Нам все время объясняют, что мы какие-то туфельки, инфузории, плаваем в лужице. А он нет. Но он оказывается как? Потому что, ну как может быть Бог-отец без Бога-сына? Как? Если отец, то должен быть сын. И если сын, то должен быть отец. Нерасторожимая связь. И эту связь установил он сам. И это гениальное, на самом деле, решение Создателя. Почему гениальное? Потому что у Бога нет проблем. Он решает любую проблему. Если у него нет проблем, что происходит? По закону, научно. Он коллапсирует сам себя. Коллапс. Чтобы избежать коллапса, у Бога есть дети. Есть о ком заботиться. Понимаете? Забота о детях наполняет его повседневность, если может достать определенным содержанием. То есть он никогда туда не коллапсирует, потому что ему есть о ком заботиться. О своих детях. Ощутите себя. Детьми Бога. Все вы мечтали быть в детстве графиней, принцессой, принцем. А у вас статус гораздо более высокий. Вы дети Бога. И это уже не мечты, это реальность. Только надо в себе это установить. Потому что вот так. Я вам сказал уже сразу. Раз. Встрекомню. О, ну кто оказывается. Так не пойдет. Это надо очень постараться, чтобы установить в себе эту истину. Эту истину. Потому что это говорит Бог. Я тоже не верил. Сначала, когда встретился с отцом, он не говорит, ты же сын. Я в недоумение впадаю. Как это? Кто я? То есть, букашка какая-то. Ты кто ты, отец? Он мне говорит, ну это же я тебе говорю. Какие тебе еще свидетельства нужны? И Игорь Ореков стоит. Лицо милицейское делает. Недовольный мною, что я так это возражаю. Отец говорит, ну ладно. Пусть Аркадий побудет еще немного человека, раз ему так нравится. Можно сказать, сам выбросил. Но я не жалею, потому что надо же передать это все. Это же тоже отец сказал. Передай эти знания. Это было прямое его указание. Это была целая церемония. Там были и святые, и старцы, которые утронены. Сам отец проводил его. Есть сарховные обряды, там, Гелея, Мару. Вот это все делал отец. И говорил, вы посланники мои, передайте эти знания. Говорит, это была целая процедура. Мы просто так. Собрались вот, клаванами. Говорят, ну давай, ребята, лети на землю. Неси подмышки тут, книжки. Нет, это была целая, очень серьезная церемония. И он так и сказал, вы посланники мои, вы, не только я, Григорий Петрович, Игорь Витальевич. Но были мы вдвоем с Игорем Витальевичем, но мы знали, что Григорий Петрович был раньше отправлен с этой миссии. Это он нам сам сказал отец. Это вернее показал. Просто баллограмму развернули, мы не знаем, как он его отправил. Поэтому у нас никогда не было сомнений в том, кто есть, Григорий Петрович Горбаков. Вы же видите, сейчас вот уже и решение судов поотменяли по нему. Пошел процесс так. Много можно было насочинять, но время приходит, и вот начинают задний ход давать. А то ли еще будет. Стало понятно. Еще раз повторю. Мы несем в себе все жизненные силы космоса, как космос несет в себе нас. Тень выходит из человека, вот опять мы тень получили, и пятится от него. Свет нарастает в золотом сердце, и от этого света ежится, и удаляется от него тьма, которая не может выдержать его давление. Свет идет вглубь Земли, распространяется по всей ее поверхности, и у людей во взоре появляется и нарастает детское бесстрашие. Детское бесстрашие. Двенадцать высоких сущностей космоса проявляются вокруг Земли. Они обрывают и собирают паутину с палецов Земли и сжигают ее. Благодаря этому на Землю прорывается водопад многомерного света. Рядом с ним появляется высокая женщина в белом одеянии. Протягивает свет руки и берет из него внезапно возникшего ребенка. Ребенок радуется ее рукам и ее объятиям, и быстро растет, прямо на глазах. Очень быстро он вырастает в настоящего великана. Берет на руки свою небесную мать и сам несет ее во Вселенную, смеясь и радуясь своим возможностям в поле действующей реальности. Каждый термин – действующая реальность. То есть есть, значит, еще и не действующая реальность. У нас по этому поводу была… Ну, вы, наверное, знаете, в интернете там Бронникова часто показывают это. Он все учит. Причем, не стесняясь, говорит людям, «Я великий обманщик. Я, говорит, такой обманщик, что сам себя могу обмануть». А люди приходят рядом и слушают. У нас же с ними были столкновения, я их книг об этом писал. Вот. И тут тоже был очень интересный комментарий, который проясняет вот этот термин – действующая реальность. Отец по поводу его сказал. Его и его команда. Там они один, они там свои команды. У них теперь начинается бесполезная жизнь. Вот как сказано. Бесполезная жизнь. Навстречу новому богатырю Вселенной выходит Создатель и протягивает ему руки на ладони, на ладони которой сияет музыка и большая прекрасная жемчужина. И отец говорит, «Эта музыка даст тебе высшие настройки организма. Ясновидение, яснознание, ясночувствование, яснослышанность». Вы видите, сколько ясного, да ясного. «Понимание и любовь, которые приведут тебя к божественному восприятию мира, к новому качеству тебя самого». То есть это переход в новые качества самого человека. Это открыто для каждого. К распространению твоей души в фазу вечности. Где фаза – это тоже этап развития. Хотя в данном случае очень длительный. Ведь даже если ты стал богом, человек, который есть путь к этому состоянию себя, никуда не исчезает. Посмотрите, сколько смысла в этих словах, они какие глубокие. Вот в Германии вышла книга, там же издали много моих книг, и там очень известный берлинский философ, доктор философский Таук Бёрн, написал книгу о моих книгах. И главное, что он отметил, он говорит, что не может так человек говорить. Эти тексты как бы возникают сами от себя. То есть это ученые уже отмечают, что эти тексты не могут появиться благодаря сознанию человека. Ну как можно так сказать? Ведь даже если ты стал богом, значит, мы можем стать богом. Человек, который есть путь к этому состоянию себя. То есть бог – это состояние человека, потенциальное, никуда не исчезает. Стал богом, но человеком тоже остаешься. Вот откуда термин «гога-человек»? Если вот скользить по этим словам, то тут, ну, не знаю, от чего наберешься. Наберешься ли ума? А если не скользить, вот глубоко в них вдумываться, ведь какие перспективы открываются? Подумай об этом, мой мальчик, и постарайся понять, как одна форма жизни переходит в другую. И куда они все направляются? Мой мальчик. Трижды дедушка. Прислушивайся к молчанию, пока не начнет в тебе колыхаться то, к чему ты прислушиваешься. А здесь уже технология. Опять, начало этого текста, помните? Звук, который безмолвен. Прислушивайся к молчанию. Пока не начнет в тебе колыхаться то, к чему ты прислушиваешься. Я смотрел на жемчужину, которую держал на ладони отец, и видел в ее глубине песчинку, с которой она начиналась. И отец подтвердил, это ее корень из кварцев. Кварц, вон, везде. Но оказывается, этот песок начало жемчужин. Маленький хрусталик, который вырастает в большую, космическую жемчужину. И каждый, кто растет, возвеличивает своим ростом того, кто его взращивает. Бога. Бог же врачу. И с песком жемчужину. Дальше он говорит, у меня нет никаких начал. Ну, то есть, он предвечер. Это же понятно. Это не говорят, не говорят. У меня нет никаких начал. А у тебя есть начал твоего осознания. Вот наш начал. Как только мы начинаем себя осознавать, это наш начал. Пока не осознаем, мы бессознательны. Кем бы тут себя не читали, хоть академиками. Если себя не осознаешь, ты бессознательны. Прислушивайся к молчанию, слушающим Бога. И пойми, что начало жемчужины это маленькая песчинка, с которой начинался наш взаимный резонанс. Резонанс. Вот отец дает технологии, разъясняет, что надо делать, как надо делать. Мы это делаем. Ну, так же, как и сейчас Николаю Николаевичу пытались помочь. Мы не пытались, мы помогали уже реально. Это слово пытались не уместно. Мы помогали Николаю Николаевичу. Это резонанс. Потому что отец тоже нам всегда помогает. Мы хоть и на территории свободны, то есть мы свободны изначально. Но, но я уж по секрету вам скажу, все равно отец из-под тяжка нам всегда помогает. даже препятствия, которые он создает на нашем пути, это помощь. Ну, как помните в этом популярном фильме. Туда ходи, сюда не ходи. Снег упадет, башка пропадет. Это же тоже подсказка и помощь. То есть он нас останавливает. Вот заболел. А вот чего-то ты не туда пошел. Это помощь, на самом деле. Если прислушивался, понял, что-то в себе переосмыслил, любая болезнь идет. Любая. Хоть рак, вот у этого товарища, академика, хоть инсульт, это у другого академика. Я уж так про себя вроде тоже академик. Как говорят в академии. Хотя я, честно говоря, больше в оппозиции к тому, что академия проповедует. Песчинка должна войти в резонанс. Когда вы на него откликаетесь, вы становитесь богатырями. Подумай об этом. Я стал об этом думать. вот такое текст откровения. Его нельзя читать как интересную книжку. Хотя, видимо, это тоже интересно. плакат висит зарубежные издания этих книг. Хотя этот плакат уже устарел, можно уже, наверное, еще три добавить таких плаката. Потому что книги выходят по всему миру, все новые и новые страны. Канада вот такие тома стала издавать. Вот, без прозвлечения, вот такой толщины тома стала издавать Канада. Франция, ну, Франция придерживается этих форматов. А Канада решила, почему-то вот такой. Все под одну обложку, знаете. Везде, по всему миру это идет. Расширяется. Все больше и больше людей начинают отзываться своими сознаниями на те знания, которые в этих книгах. Стоит вопрос, почему каждая книга это структурная часть общего проекта. вот как сефира древа жизни, ну, то есть сфера, сефира это сфера переводка. Это структура. И мы каждой книге рассказываем содержание этих сфер. Ну, по крайней мере, так, как мы их увидели. Потому что там знаний столько, что вряд ли только наше восприятие исчерпает это знание. Тут нужны духи. Причем мы уже заранее знаем, что каждый, кто будет проходить эту сферу, у него будет своя информация идти, свои книжства напишут. Потому что это не повторяется. Бог никогда не повторяется. Вот еще интересный момент. Никогда Бог не повторяется. хорьб